Глава Кировского района Игорь Рудаков и директор школы-интерната Светлана Культюшкина вместе осматривают участок, где этой ночью проходили работы. Этого ремонта как руководство школы, так и ее воспитанники – 190 человек. А это дети с ограниченными возможностями здоровья ждали с нетерпением. Потому что в интернате обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Часть родителей привозят детей, не просто оставляют их и уезжают на работу, а вынуждены сопровождать детей. И поэтому подъезд, подход к учреждению должен быть соответствующим. Чтобы путь к школе был комфортным, реконструируют не только проезжую часть, но и в качестве дополнения тротуары вблизи учебного заведения. Новые пешеходные дорожки появятся со стороны улицы Магистральный и Зубчининовского шоссе. Предусмотрен ремонт тротуаров и устройство новых пешеходных дорожек. Ну, соответственно, газон. Работу планируется закончить где-то, наверное, в августе месяце. Хотя по контракту у нас октябрь. Еще одна просьба руководства школы – это парковка. У многих родителей с этим возникают проблемы. Некоторые дети перемещаются при помощи инвалидного кресла. Это уже будет дополнительный проект, который мы постараемся в максимально сжатые сроки подготовить, согласовать с департаментом городского хозяйства. И надеемся, что дополнительные средства будут выделены. Все пока идет в рамках заключенного контракта и проекта. Претензий к подрядчикам нет. По срокам тоже успеваем. Погода позволяет. Поэтому мы должны вовремя закончить этот объект. В этом году в рамках программы комплексного ремонта дорог только в Кировском районе капитально отремонтируют несколько улиц. Среди них товарное, заводское шоссе, Вольское. Еще несколько восстановят картами. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.